Вячеслав, новую программу, а расскажите, как называется, что она и особенность, почему новая? Ну, дело в том, что мы давно искали возможность выступить с прекрасным пианистом Сергеем Судниевым, вот, и искали время свободное и в его графике, и в нашем, и вот нам повезло, что вот в этом году вот мы нашли, в общем-то, время для совместного творчества, вот, долго искали программу, и методом даже голосования такого некоторого мы остановились на двух всемирных, всемирно известных шедевров квинтетной музыки, это квинтеты Шумана и Брамса, вот. То есть программа, только два произведения по кругу? Ну, оно, кажется, длится по 45 минут. Как-нибудь возрастное ограничение для этих концертных программ будет интересным, как детям такое сделать? Я думаю, что, нет, ну, наверное, все-таки от ноля, наверное, маловато будет, все-таки тяжеловато, детям будет выдержать одно произведение 45 минут, вот. На самом деле, я думаю, что вот уже где-то, начиная со школьного возраста, я думаю, дети получат либо эмоциональный, либо какой-нибудь другой интерес, так что я думаю, что вот школьный возраст самый, наверное, от школьного возраста. Вячеслав, ну, впервые с пианистом, вот, каковы особенности вот такого вот слияния ваших инструментов и трудностей? Дело в том, что все-таки мы не впервые, мы когда-то играли в старой филармонии, квинтет Дворжика, поэтому мы так и стремились еще сотрудничать с Сергеем Судневым, потому что действительно прекрасный музыкант и настолько тонко чувствующий музыку, что вот мы рады, что вот в новом здании пензоконцерта, в этом прекрасном органовом зале мы можем представить совершенно новое произведение, вот, но, скажем честно, что специфика зала дает нам еще больше, скажем так, не державшихся сложностей, а больше внимания, больше новых задач ставить перед собой, потому что акустически совершенно другие ощущения, когда, допустим, играешь сам просто с квартетом или с фортепиано, совершенно другой звук, ну, в общем-то, у нас был недавно опыт исполнения с органом, поэтому, в общем-то, ищем, ищем новые возможности и интересы. Когда уже зрители увидят программу и как она называется? Вы знаете, изначально, конечно, можно было придумать название такую более загадочную, как, допустим, связать с кларой Шуман, потому что из Шумана и Брамсона этот человек, жена Шумана очень много связывает и также с этими квинтетами, но мы почему-то решили не уходить в такую интригующую сторону и вернуться обратно к музыке, поэтому мы назвали ее просто квинтеты. И она состоится 21 апреля в 7 часов в органном зале. А репетиции у вас проходят каждый день? Да, да, уже которую неделю мы занимаемся уже каждый день, вот, и надеемся, что успеем к нашим слушателям вынести на самом высоком уровне. Для вас, насколько эксперимент был интересен и вообще, насколько интересен именно эти акторы? Эксперимент в смысле игры с премьерой, с квартирой премьеры. Ну, как сказал Вячеслав, мы уже не первый раз встречаемся с ними, да и вообще это мои давнишние друзья, с которыми, скажем, я встречался и по отдельности в дуэте, и в трио, поэтому нельзя сказать, что это для нас какой-то совершенно новый эксперимент, когда встречаются, ну, скажем, за короткий срок какие-то совершенно разные люди, незнакомые, ради создания концерта. Что касается композиторов, ну, это мои любимые романтики, я всегда душой был, так сказать, с ними, как-то близка музыка мне, понятно, поэтому я очень благодарен друзьям, ну, и лично, конечно, Вячеславу, что они пригласили меня для участия в этом проекте, сейчас модное слово, по сути, для большой интересной работы над камерным произведением. Камерное произведение, оно, ведь чем отличается от сона, от нашего фортепиано? Мы, это совместный труд, совместное творчество, и поэтому, кроме большого труда, конечно, мы получаем огромное удовольствие от человеческого и художественного общения на репетициях, и надеемся, что это даст свои плоды, которые мы постараемся в меру сил и способностей наших, в общем, дать слушателям 21 числа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок